На открытие приехали десятки людей, те, кто в годы репрессий потерял своих родных. Эльберт Мабаракшин со слезами на глазах вспоминает свое детство. Его практически не было. В 1937 году семью репрессировали и отправились в Сияжскую тюрьму. По рассказу мамы, как отца увезли в Черный Ворон, и маму с пятерыми детьми посадили на свою же лошадь и увезли в Сияжскую тюрьму. Таких, как Эльберт Абы, здесь немало. В районе сегодня проживают 21 человек, чьи родные попали под репрессии. Столкнулся с этой страшной правдой жизни и автор проекта, а заодно и меценант Ренат Гебадуллин. Оба его деда получили клеймо «Враги народа». Мысль такая, что деды, наверное, незаслуженно были наказаны. Надо не только моим дедам, всем землякам нашим, высокогорцам, наверное, всей республикой, кто был наказан, незаслуженно, без вины виноватый, поставить какой-то памятный знак. Особые слова благодарности сегодня от сельчан тем, кто воплощал идею памятника в жизнь. Давайте поаплодируем, дорогие друзья. Такие мероприятия, такие памятники, исторические, они делаются для того, чтобы подобное больше не повторялось. Сами высокогорцы говорят, что ждали этого момента долгие годы. И теперь о тех, кто сгинул в лагерях, будет напоминать этот монумент в Парке Победы. На строительство этого памятнику ушло ровно 8 месяцев. Круг посередине обозначает землю, где когда-то были репрессии. Голови символизируют свободу, а две колонны с обеих сторон символизируют стремление человечества к лучшему. Филиузаха Медулина, Ринат Сафин, ТНВ, Высокогорский район. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА